Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Приготовить и искупаться надо заранее. В хосте два дня не будет газа. Под отключение попадут и котельные. В правилах дорожного движения может появиться новый термин. Это коснется пользователей электросамокатов и моноколес. Что ты знаешь о родине, в том числе и малой. В Сочи проведут большой этнографический диктант. Победил хостинскую волну, значит вошел в сборную. Сочи принял официальный чемпионат России по серфингу. Больше ста территорий благоустроят до конца года на Кубани. На сегодняшний день план выполнен на 70 процентов. Реализацию национального проекта «Комфортная городская среда» обсуждали на краевой планерке. Ее провел губернатор. По видеосвязи о проделанной работе отчитались главы районов. Полностью благоустроены 27 объектов в 18 муниципалитетах. На сегодняшний день одними из первых завершили благоустройство в приоритетных зонах Успенский, Брюховецкий и Мостовский районы. Особое внимание уделяется реконструкции общественных пространств. При этом Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на местных подрядчиков и питомниках. Глава региона отметил, что необходимо обращать особое внимание на предприятия малого и среднего бизнеса. На Кубани больше 5000 хозяйств занимаются выращиванием посадочного материала. Реализация нацпроекта распланирована на ближайшие три года. В Крае уже принимают заявки от районов на 2020. 8 и 9 октября газа не будет в Хосте. Это связано с плановыми работами на газопроводе в Адлерском районе. По этой причине с 8 утра до 5 вечера возможно отключение газа в жилых домах на указанных улицах. На время работ будут отключены котельные номер 9, 11, 24. Котельные санаториев Кудепста, Аврора, Электроника, Мисс Видный, Голубая горка, Прогресс, Автомобилист, котельная Хостинской больницы. Отключение газа коснутся также всех предприятий на этих улицах. Эти мероприятия проходят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и должны обеспечить безопасное газоснабжение абонентов. Подключат газ сразу по окончании работы. Абонентам необходимо обеспечить доступ сотрудникам газовой организации и иметь на руках действующий договор на техобслуживание. В Сочи завершилось обучение волонтеров, которые будут помогать в подготовке и проведении экономического форума и саммита Россия-Африка. Они пройдут в нашем городе 23 и 24 октября. Работать на этих крупных международных мероприятиях захотели жители многих городов страны. Более 300 сочинцев выразили желание стать помощниками организаторов саммита Россия-Африка. Это студенты высших и среднепрофессиональных учебных заведений, а также работающие жители Сочи самого разного возраста, но старше 18-ти. Главным критерием отбора наряду с добровольческим опытом стал хороший уровень знания английского языка, а на определенных направлениях необходимо также владеть французским, арабским и португальским языками. После небольшой вступительной лекции с каждым кандидатом прошло индивидуальное собеседование. Всего же по всей России отобрано около 4 тысяч волонтеров, около полутора тысяч из них – добровольцы из Краснодарского края. Традиционные функции волонтеров – это встречи проводы, сопровождение делегаций, а также информационная поддержка участников на площадках саммита. В задачи волонтеров будет входить и обеспечение транспортной логистики. Дело в том, что во время международного форума на курорте введут транспортные ограничения. К примеру, удвижение большегрузов по федеральным трассам будет запрещено. Закроют часть дорог и в районе Олимпийского парка. В связи с этим жители курорта просят ограничить поездки на личном автотранспорте и пересесть на общественный. В общем, задач у волонтеров будет немало. Это в первую очередь опыт, который бесценен. Вдобавок, это в определенной степени статусность для каждого учебного заведения, когда их студенты участвуют в волонтерских программах. Ну и в принципе мы можем сказать, что волонтеры на любом мероприятии – это определенное лицо мероприятия, которое олицетворяет гостеприимство города и выполняет очень важные и очень полезные функции для самого мероприятия, для его логистики. Экономический форум и саммит – первые в истории российско-африканских отношений мероприятия, на которые приглашены главы всех государств африканского континента, а также руководители крупнейших объединений и организаций. Особое внимание на саммите будет уделено состоянию и перспективам отношений России со странами африканского континента, развитию взаимодействия в политической, экономической, технической и культурной областях. Краснодар и Сочи попали в топ-10 мест, куда можно бюджетно слетать на ноябрьские праздники. Рейтинг подготовлен сервисом для планирования путешествий One Two Trip. В этом году россияне отдыхают три дня – 2, 3, 4 ноября. В топ-зарубежных направлений вошли Беларусь, Китай, Киргизия и Казахстан. Из российских городов недорогие билеты есть в Москву, Улан-Удэ, Иркутск, Краснодар и Сочи. Наш город также возглавил топ-10 городов России, популярных для оздоровительного отдыха осенью. В правилах дорожного движения может появиться новый термин. Правила изменятся для пользователей электросамокатов и моноколес. Соответствующие поправки готовятся Минтрансам и Госавтоинспекцией. Планируется ввести новый термин – средства индивидуальной мобильности. К ним будут приравнены электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. На таких средствах передвижения нужно будет ехать по велосипедным дорожкам. Если дорожек нет, двигаться можно по тротуарам, но не быстрее 20 км в час. При отсутствии велосипедной дорожки и тротуара разрешается выехать на проезжую часть, держась при этом как можно правее, как велосипедисты. Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно. В Краснодарском крае появятся институты наставничества для трудных подростков. О том, как будет работать новая система образования, говорили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Видеоселектор с заместителями глав по соцвопросам и руководителями профильных ведомств провела вице-губернатор Анна Менькова. В тестовом режиме институты начнут работать уже в следующем году. Предполагается, что трудных подростков под крыло возьмут бизнесмены, врачи или депутаты. Новая система должна повлиять и на уровень подростковой преступности. В этом году она на 6% снизилась по сравнению с 2018. Однако есть районы, в которых профилактическая работа среди несовершеннолетних поставлена плохо. Деятельность профильных ведомств и рядом муниципалитетов Анна Менькова назвала неудовлетворительной. Мы, коллеги, все прекрасно с вами понимаем, что первый аргумент, почему ребенок начинает совершать противоправные действия, это недостаточное внимание со стороны его родителей, либо приемных родителей, опекунов, и недостаточное финансовое положение, материальное положение. Мы должны с вами четко контролировать эти семьи. Мы должны понимать, как они живут и чем дети в них занимаются, а не конкретно и целенаправленно работать только с ребенком. Это неправильно. Мы должны с вами приходить в цивилизованной форме и понимать, что какими способами мы можем воздействовать на детей. Реально воздействовать, а не просто, чтобы поставить галочку. В ходе заседания Анна Менькова дала поручение с 15 октября начать обходы семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Предстоит оценить все электроприборы, проверить исправность печного оборудования перед стартом отопительного сезона и еще раз напомнить родителям и детям об элементарных правилах пожарной безопасности. Также необходимо привлечь всех несовершеннолетних из этой категории к вакцинации и диспансеризации. Сегодня на учете в Краевой комиссии по делам несовершеннолетних стоит полторы тысячи подростков и 1300 семей, которые находятся в социально опасном положении. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 8 октября в Сочи переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем 20-22 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 21. Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил педагогов с профессиональным праздником. Лучших кубанских учителей чествовали в Краснодаре. Химики и физики, филологи и математики, физруки, воспитатели награды вручили педагогам с солидным стажем и совсем молодым учителям. В этот день они не только сидели в зале, но и блистали на сцене. Выбрать всего сотню гостей из тысяч кубанских педагогов – непростая задача для организаторов. В Краснодар из каждого района Кубани пригласили победителей конкурсов, обладателей премий, директоров инновационных школ. Они не только в зале, но и на сцене. Сегодня впервые выступил сводный хор учителей Краснодарского края. В составе не только преподаватели музыки, но и филологи, и даже физики. За кулисами они волновались не меньше, чем ученики у доски. Переживали перед выступлением и педагоги с большим сценическим опытом. Виталий Юксиев 15 лет работал в театре, теперь учитель в школе. Постепенно к этому я приходил, что нужно делиться каким-то опытом, накопленным за свою творческую деятельность. Хотелось это передать кому-то. Появилась такая возможность. Конечно, нравится, особенно когда у детей что-то получается. Когда что-то в них вкладываешь и видишь результат, ты подзаряжаешься даже больше, чем от работы на сцене. В составе хора еще один учитель музыки. Мила Ушакова преподает не в обычной школе. Она работает в Центре творческого развития, приобщает детей к искусству, игры на барабанах. И знает секрет, как раскрыть талант. В этом же хоре и ученики. Золотые дети, говорят о них педагоги. Ребята скромничают и не сразу признаются, что в свои юные годы уже победители многих фестивалей и конкурсов. Но в одном уверены точно. В канун Дня Учителя, отмечается он в первую субботу октября, все внимание приковано к педагогам. С утра им дарили цветы любимые ученики, теперь вручают государственные и региональные награды первые лица региона. Вениамин Кондратьев поблагодарил педагогов лично, несмотря на плотный график. Буквально сразу после вручения нагрудных знаков глава Кубани отправился на следующее мероприятие в Темрюкский район. Не прийти в этот зал, не сказать спасибо нашим учителям, моим учителям, это было бы не то, что неправильно. Это для меня невозможно. Успех учеников – это ваш успех. Победа учеников – это ваша победа. Это ваш жизненный оптимизм и уверенность. В ваших руках самое дорогое, которое может быть у края да и у страны. Будущее в ваших руках – это будущее. Будущие ученые, будущие врачи, будущие инженеры, будущее края и будущее страны. Это огромная ответственность, как правило, на ваших женских плечах. Хочу наградить и пожать руки. Учительские руки пахнут мелом. И они всегда в мелу. И даже одежда. Вы сами модельеры. Сами раз-раз и все. И эта одежда опять в мелу. Вот такие вы наши станичные, городские, кубанские, краевые наши учителя. Спасибо вам огромное. В современном образовании все больше интерактивности. От монологов строго по учебнику учителя давно перешли к диалогу с каждым. Только так можно разглядеть, у кого какие способности и помочь талантам пробиться к вершинам. Вы живете учениками. Вы переживаете за них. Проблемы их, их семей – это ваши проблемы. Вы пытаетесь разруливать и там. Но ведь у вас есть свои дети, свои внуки. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас на них тоже хватало времени. Чтобы они тоже были успешными, чтобы они были счастливыми, чтобы они не болели, чтобы они вас радовали, чтобы на самом деле их успех, их жизненный взлет, конечно, приносили вам ощущение полной жизненной гармонии. И на работе, и в классе, и в школе, ну и, конечно же, в своей собственной семье. Простого вам человеческого счастья. С днем учителя! Спасибо! Губернатор вручил нагрудные знаки и медали заслуженным учителям России и Кубани. Звания им присвоены в этом году. Номинантами становятся педагоги с большим опытом работы, которые умеют раскрывать творческий и научный потенциал учеников. Они готовят олимпиадников и золотых медалистов. Один из критериев для номинантов – создание авторских методик проведения уроков. Но главное все-таки – особое отношение к детям. Ну, как-то у меня ладится с учениками, очень много стобальников. В этом году очередные стобалов. Два человека получили стобалов. Ребята учатся в московских вузах, как правило, все на бюджете. Но, наверное, вот это все единение ученика и учителей дает такие результаты. У нас всегда это получалось. Педагоги, получившие награды, не привыкли хвастать и не сразу признаются, сколько лет отдали учительскому ремесу и какие таланты смогли воспитать своим непростым упорным трудом. Занимаюсь много с детьми. Мы выигрываем конкурсы. Есть у меня ребенок-победитель всероссийского конкурса, получивший гранд-президента. Они очень творческие, талантливые. Отметили сегодня и молодых специалистов. Трое получили дипломы конкурса «Педагогический дебют». Они работают в школе не больше пяти лет, но уже делятся опытом и могут гордиться своими выпускниками. И это главная награда для настоящего учителя. В Краснодарском крае проведут большой этнографический диктант. Акция состоится в преддверии Дня народного единства. Культурно-просветительское мероприятие под названием «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября во всех регионах России. Как сообщает Пресс-служба администрации Краснодарского края, Кубань станет не исключением. Жителям и гостям края будет предложено продемонстрировать свой уровень этнографической грамотности, а также знания проживающих на территории России народах. Известно, что участникам диктанта будет предложено 20 общих вопросов, разработанных федеральными экспертами, а также 10 региональных заданий, написанных специалистами-краеведами того региона, где проходит диктант. На выполнение заданий отводится 45 минут. Правильные ответы и разбор ошибок будут опубликованы 10 ноября. Индивидуальные результаты станут известны 12 декабря. В прошлом году в «Большом этнографическом диктанте» приняли участие более 4 тысяч жителей Краснодарского края. Сочи принял официальный чемпионат России по серфингу. По традиции он прошел на споте Хоста. По итогам этих соревнований формируется состав сборной страны. Кто из профессионалов одолел сочинскую волну, расскажет Татьяна Говоркова. Без этой процедуры не обходится ни один серфер. Воск всегда был и остается для них незаменимым. Для натирки своей доски Анна Чудненко использует химический воск. Говорит, он приклеивается лучше, чем натуральный, а значит, обеспечивает нужное сцепление ног с доской. Как раз то, что необходимо для покорения волны. Карвинг, катбэк, снэп – это трюки, состоящие из поворотов разной степени сложности. И конек Анны. Сюрфингистка живет в Панаме, но выступает за Москву. В этом спорте она более 20 лет и показывает отличные результаты на турнирах разного уровня. Но на чемпионате России ей удалось победить впервые. Всегда на чемпионатах очень трудно и никогда нету прекрасных волн. Так что я как бы привыкла тренироваться в плохих кондициях. Я думаю, кондиции были классные, можно было что показать. Я откаталась, я рада своим проездам, я хороший самокритик, думаю, что могла, конечно, сделать и лучше. В России это у меня третий год и у меня на взросление накопилось, потому что первый год я третий, а второй год я вторая, а вот теперь уже третий год я первая. Ну, короче, как говорится, заслужила. Первое место на чемпионате России обеспечивает вход в национальную сборную. Именно на таких волнах, как в Сочи, когда обычно и кататься-то серферы не пойдут, спортсмены показывают свой уровень. Судьи оценивают проезд спортсмена независимо от волны. Конечно, волна дает что-то, но должна быть показана критичность секции. То есть там, где рушится волна, наиболее критическая секция. И спортсмен должен стартовать в ней. Высоко оценивается первый элемент – переходы между трюками и завершающий проход по волне. Набор маневров у всех спортсменов разный, как в принципе и характер волны. Спотхоста – лучшее место для серфинга в Сочи. На этом пляже есть так называемая банка. Натыкаясь на препятствия, волны вырастают и создают стенку, которая нужна для серфинга. Вчера у меня была замечательная возможность познакомиться не только с участниками чемпионата России. Я с ними провел лекцию, поделился своим опытом, но и получил массу впечатлений от этого места, от сочинской волны. Здесь есть и природная часть, подходящая для серфинга. В море впадает река. И волнорезы. Эти два фактора позволяют создавать резкую волну, а значит, можно показывать интересные элементы. А главное – вода еще теплая, и это здорово. Самые подходящие волны сегодня пришли с первыми лучами солнца, и уже к полудню определились победители. Лучшей среди женщин в дисциплине «Короткая доска» стала Анна Чудненко, а среди мужчин – Никита Авдеев. Они вошли в состав сборной России и в следующем году будут представлять нашу страну на международных соревнованиях. А это шанс попасть и на Олимпийские игры. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». 11 медалей завоевали сочинцы на краевых соревнованиях по конкуру. Они проходили в конце сентября в поселке Южный Денского района. Там разыграли кубок законодательного собрания региона. Больше половины из всех наград, а также главный приз соревнований, увезли с краевого турнира воспитанники 15-й сочинской спортшколы. С чемпионами встретилась наша съемочная группа. Утро чемпионов начинается в конюшне. Не каждый спортсмен сам готовит свою лошадь к тренировке. Чистка – обязательная процедура перед седловкой. Щетки не только удаляют грязь. Это массаж для лошади перед выездом. Для начала я его чищу разными щетками, потом протираю и в конце седлаю. Краевые соревнования по конкуру завершились неделю назад. Спортсмены приступили к активным тренировкам, но уже с большим энтузиазмом. Завоеванные медали мотивируют работать еще лучше. На Кубке законодательного собрания Краснодарского края, который в конце сентября разыграли в поселке Южный Денского района, сочинцы получили 11 медалей. Шесть из них в копилке 15-й спортшколы, пять золотых и одна бронза. Это краевые соревнования. Таких на юге России четыре соревнования в год, то есть они достаточно престижные для Южного федерального округа. Из девяти маршрутов выиграть пять, я думаю, это достаточно высокий результат. Краевой турнир по конкуру собрал 108 спортивных пар из восьми городов Кубани, а также Крыма, Ростовской области и Ставрополье. Юные спортсмены боролись за награды на маршруте с высотой препятствий 90 и 100 сантиметров. Всадники поопытнее – от 110 до 140. Диана Дружинина на Кубке ЗСК со своим кавалером завоевали сразу два золота. Принимала участие в общем зачете с моей лошадью по кличке Кавалер и с высотой 100, 110, 115 сантиметров. И благодаря моему тренеру заняла два первых места. Кстати, сочинцы с турнира привезли не только медали. У нас кубок законодательного собрания на приз законодательного собрания, который выиграла наша Жукова Анастасия. Бронзовая лошадь со всадником – это главный приз турнира. Кубок весом в 15 килограммов уже второй год подряд уезжает в 15-ю спортшколу. Мы с Декстером настроились и решили, что кубок ЗСК будет наш. Конечно же, я была счастлива. Это очень, я считаю, очень хороший результат для Декстера. Мы не часто выступаем по таким высотам. И в этом году это были первые старты, когда мы прыгали 130. Ближайший турнир у сочинских всадников уже в ноябре – это первенство спортшколы. Соревнования открытые, поэтому за звание лучших придется бороться со спортсменами со всего юга страны. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Но еще 16 медалей в копилку достижений сочинских спортсменов удалось положить дзюдоистам. Столько наград завоевали местные борцы на краевых соревнованиях, которые завершились в Сочи в минувшие выходные. Все подробности в нашем следующем сюжете. Двухдневный краевой турнир по дзюдо завершился накануне финальными схватками лучших спортсменов со всего юга страны и не только. За медали боролись дзюдоисты из Краснодарского края, Ставрополя, Абхазии, Донецкой Республики, Адыгеи, Карачаева, Черкесии. На ковер федерального центра единоборств «Югспорт» вышли 350 борцов. «Конкуренция с других городов, ребята, она очень положительное влияние оказывает на наших спортсменов. Они видят, над чем надо работать и куда дальше двигаться. Поэтому я думаю, что вот эти соревнования, которые у нас проходят, краевые, всероссийские, они только повышают уровень». Краевой турнир по дзюдо прошел в 32-й раз. Он посвящен памяти героя Советского Союза, сочинца Мартироса Нагуляна. В годы Великой Отечественной он совершил 113 боевых вылетов, сбил два вражеских самолета, погиб в апреле 41-го. Турнир по дзюдо проводится с целью не только выявить сильнейших спортсменов, но и патриотического воспитания, говорит один из первых организаторов турнира Арутюн Арзуманян. «Только федерация была создана и проводили на следующий год турнир по дзюдо героя Советского Союза. Его внук занимался в нашей школе Мартироса Нагуляна». Сочинский турнир памяти Нагуляна дзюдоисты называют престижным. Сюда едут не только за медалями. За соревновательным опытом, повышением мастерства, а еще здесь можно повысить спортивный разряд. Это финальная схватка в категории до 34 килограммов. Краснодарский край против Ставропольского. Схватка оказалась золотой для Лемгена Куаджи из Туапсе. «Соперники были тяжелые, такие достойные. И получается, я думала, я уже сейчас проиграю, но доделал до конца и выиграл эти соревнования». Сочинцы тоже отличились на турнире. В их копилке 16 медалей. Четыре из них золотые. Владимир Демура выступал в самой тяжелой категории – свыше 73 килограммов. Его результат – серебро. «Для меня схватка прошла вот так. Я чувствовала внутри огонь, который горел во мне желанием победить. Мне кажется, физики не хватило и силы. Но это для меня урок, что надо еще тренироваться и тренироваться». В том числе, по итогам турнира «Памяти на Гуляна» будут отобраны кандидаты от Сочи для участия в первенстве и чемпионате Краснодарского края подзюдо. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.